МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшей неделе проведены проверки на строительных площадках, опто в розничных базах и иных объектах с возможным нахождением иностранных граждан на территории областного центра и ряда районов области. По результатам рейдов к административной ответственности привлечены 20 трудовых мигрантов. 22 нелегальных мигранта помещены в специальное учреждение МВД России для последующей принудительной высылки из России. Принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию сроком от 5 до 10 лет 20 иностранным гражданам. Профилактические рейды будут продолжены. Сотрудники наркоконтроля при содействии полицейских патрульно-постовой службы зафиксировали факт сбыта наркотиков. Подозреваемые – жители Кимр, 2002 и 2003 годов рождения. Фигуранты были задержаны при продаже гашиша, 40-летней дачницы из Москвы. Запрещенное вещество было обнаружено у продавцов и при личном досмотре. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении покупательницы, жительницы Москвы. В соответствии с положениями федерального закона о войсках Национальной гвардии Российской Федерации сотрудники подразделения вне ведомственной охраны обеспечивают правопорядок и безопасность населения на территории нашего региона, осуществляют охрану имущества физических и юридических лиц, охрану зданий, органов власти и управления федерального и регионального уровней, критически важных объектов. Важная составляющая службы – охрана от преступных, в том числе террористических посягательств, школ, лицеев, детских садов, колледжей, учреждений высшего и дополнительного образования. В рамках межведомственного взаимодействия оказывается помощь органов внутренних дел регионального ОМВД. В период летних отпусков актуальна проблема безопасности жилищ, квартир, коттеджей, частных домов. В неведомственная охрана предоставляет комплекс услуг и дает рекомендации по предотвращению посягательств на наше жилье. Такой вид услуг позволяет своевременно реагировать на несанкционированное проникновение посторонних лиц в квартиру и оповещать о возникновении пожара. Существует два способа охраны квартир и других помещений с помощью технических средств сигнализации, подключенных к пульту в неведомственной охране. Первое – это охрана имущества, находящихся в квартире. А второе – это установка тревожной кнопки сигнализации так называемого экстренного вызова на ляду полиции. При проведении обследования или жилища сотрудники в неведомственной охране вносят предложение по установке металлических дверей, укреплению оконных конструкций, а также оказывают помощь в выборе оборудования сигнализации, максимально соответствующая конкретным пожеланиям собственных. Реагирование на сигнал тревоги осуществляется силами нарядов неведомственной охраны, в состав которых входят подготовленные сотрудники, экипированные современными средствами защиты и вооруженные автоматическим оружием. Наряд по сигналу тревоги приезжает максимально оперативно, независимо от места расположения охраняемого объекта. Телефон управления вневедомственной охраны по Тверской области на ваших экранах.